Здравствуйте! Телерадиокомпания Щелкова начинает сезон прямых эфиров. Как всегда, в это время по вторникам будет выходить программа «Диалог», а по средам «Диалог православия». Напоминаю сразу, телефоны прямых эфиров 496, это код города, 567-1440 и 567-1450. Ну, сегодня вторник, поэтому в эфире программа «Диалог», и я ее ведущий Сергей Дадыко. Вы можете звонить к нам в студию, задавать свои вопросы. Моему сегодняшнему гостю, а в гостях у меня традиционно, председатель комитета по образованию и администрации Щелковского муниципального района Гаврил Поляковский. Добрый вечер, Гаврил Борисович. Добрый вечер. Так уж повелось, что вы практически каждый год открываете наш новый сезон, потому что очень много событий, связанных с работой вашего комитета, всех наших учителей, воспитателей, педагогов вне классного образования. Прежде всего, конечно, хочу поздравить вас с прошедшим, с наступившим на прошлой неделе, 5 октября, отмечали День учителя. Спасибо. С праздником вас и всех педагогов нашего района. Спасибо. Ну, а мы наш разговор начнем, так скажем, по нисходящей, по хронологически в обратную сторону. Отметили праздник, достижения все нам известны, о них мы еще будем говорить в течение программы. Но вернемся к другому празднику, который чуть больше месяца назад отмечали, День знаний, так называемый, 1 сентября, начало нового учебного года. Поэтому предлагаю сразу посмотреть сюжет, который уже был у нас в эфире. Настроимся. Да, настроимся и потом продолжим разговор. Давайте посмотрим, как прошло у нас в районе 1 сентября. 23,5 тысячи школьников сядут за парт в Челковском районе в этом году. И это больше, чем в прошлом. А 3 тысячи человек пойдут в первый раз в первый класс. Два первых класса набрала Щелковская школа номер один. Самым почетным гостем на праздничной линейке в школе номер один стал глава Щелковского района Алексей Валов. В школе номер один осталось каких-то пять лет до векового юбилея. У нее великолепные традиции, достойные выпускники, немало достижений. В частности, школьный сайт в прошлом году стал победителем общероссийского рейтинга. Обновляется внешний вид, совершенствуется внутреннее убранство первой школы. Она должна во всем соответствовать своему имени, заявил на празднике Алексей Валов. Первая школа, потому что она первая, она должна быть первой во всем. И я принял решение взять именно куратор с надлительной школой для того, чтобы во всех отношениях сделать ее именно такой. Самый высокий по рейтингу, самым высоким материально-техническим обеспечением, самым высоким благоустройством. И плюс у нас есть планы на строительство здесь спортивного объекта. В первой школе в этом году набрали всего два первых класса. Зато в построенной по соседству в микрорайоне Богородской школе номер 17 побили рекорд по первоклассникам. Их здесь 302, ровно 10 классов. Пока беспрецедентный случай для нашего района. Хотя и в других параллелях в этой школе на название классов едва хватает букв алфавита. Такое количество учеников – огромная ответственность, отметили педагоги на торжественной линейке. Ну вот праздник прошел, говорил Борисович, начинаются суровые будни, учебные, трудовые, для кого как. Ну не праздник, у нас, как мы говорим, был неделя дня учителя. Мы как с понедельника начали друг друга поздравлять, так и до пятницы продолжали. Правда, в пятницу не совсем получилось поздравить, как мы запланировали. Ну вот к этой пятнице, прошлой пятнице, хотелось бы вернуться. Речь, конечно, будет идти о безопасности в школах. Тем более, вот еще прошел буквально месяц со дня начала учебного года. И такой инцидент, правда, не только в нашем районе был, и в других тоже, когда были эвакуированы все школы. Да. Еще один инцидент, правда, был не у нас в районе, а в соседнем городском округе Ивантеевка, тоже уже после начала учебного года. Практически трагический инцидент, когда ученик принес оружие, хотя и пневматическое, в класс и, естественно, имел это печальные последствия. Хотелось бы спросить, насколько наши школы с точки зрения безопасности обеспечены? Так получилось, что это событие, которое произошло в пятницу, я имею в виду заведомо ложное сообщение о заложенной бомбе в одной из образовательных учреждений района, завершился как раз месячник безопасности. То есть во всех образовательных учреждениях прошли учебные эвакуации, прошли учебные тренировки. Беспрецедентная ситуация у нас была на прошлой неделе, такого не было в истории района никогда. Чтобы эвакуировались не в рамках учебной тревоги, а одномоментно в течение 20-30 минут более 20 тысяч учащихся. Ситуация, благодаря все-таки тренировкам, которые имели место быть, проходила в рамках нормативов. То есть паника была, но минимальная. К сожалению, мы сейчас проводим очень серьезный анализ того, как была проведена эвакуация, потому что не все педагоги корректно доносили информацию до детей. Не все социальные организации партнера оказались готовы принять эвакуированных ребят, из которых не все были в верхней одежде. Родители многие переживали, потому что дети оставили в учебных заведениях телефоны, ключи от дома. И мы эту ситуацию очень оперативно разруливали в течение практически всего дня. Детей старшеклассников отпустили по домам. Малыши в социальных объектах, например, в госпитале, либо в детском саду, либо в Доме культуры ожидали родителей. Их издавали рук на руки родителям, первоклассников. И таким образом, наверное, до позднего вечера объезжали кинологи все учреждения, чтобы дать добро на дальнейшую учебу. В них исключить возможность того, что заложено было взрывное устройство. Ситуация беспрецедентная, это урок для всех. Будем теперь думать, чтобы логистика была более совершенной, чтобы детки наши были и педагоги более подготовленными к подобным ситуациям. Будем готовы, но надеяться на лучшее будем в любом случае. И надеемся, что найдут компетентные органы, виновных и максимально строго накажут. У меня в субботу проходило заседание клуба дебаты со школьниками. Мы такой клуб ведем на базе Центра дополнительного образования «Романтика». И была предложена даже тема о том, чтобы приравнять сообщения заведомо ложные о террористическом акте к настоящему террористическому акту. Потому что, в принципе, слава богу, что все обошлось. Но вот это состояние паники – это очень опасно. Оно может и состояние страха в обществе. Это, видимо, то, чего добиваются эти не очень хорошие люди. Поэтому надеюсь, что они получат достойное наказание. Ну а какие уроки можно сделать из этого чрезвычайного происшествия? Я уже сказал, выстроить логистику не со всеми социальными объектами оказались заключены договоры между образовательным учреждением и социальным учреждением иным. О предоставлении в случае необходимости, в случае эвакуации своих площадей для школьников. Мы эти вопросы сейчас все решаем. И в ближайшие дни все эти договоры, соглашения будут подписаны. После случая в Ивантеевке сейчас меняется техническое задание для ЧОПов, как мы их называем, частных охранных предприятий, которые охраняют учреждения. Будем туда включать наличие металлоискателей ручных, чтобы они были на входе в каждое учреждение. У нас пока еще не все оборудованы металлоискателями. А так, ну самое главное, это профилактика, это работа и родителей с детьми, и классных руководителей, школьных психологов. И самое главное, это, конечно, обстановка доброжелательности, ощущение, что ты находишься во второй любящей тебя семье, когда ты находишься в школе, и даже в голову не придет принести ущерб или боль тем, кто рядом с тобой. Вот это, наверное, самое главное. Ну а вообще вот в данный момент перед охранниками, сотрудниками ЧОПа, какие задачи у них стоят? Вот это только не допускать в школу посторонних или все-таки следить за своими тоже? В принципе, охранники ЧОП, они вообще не должны вступать в контакт с детьми, по большому счету. Они только на входе контролируют проход. Ну, понятно, что детей, у которых пропускной режим требует, чтобы либо был пропуск специальный, либо фотография вклеенная в дневник. Плюс там всегда стоят дежурные учителя и дети, которые знают всех в лицо. А так, в принципе, задача охранников не допускать посторонних, в том числе родителей, только в приемные дни, часы, и только передавать, скажем так, информацию по инстанциям, чтобы, если необходима встреча с кем-то из педагогов, педагог приходил к входной группе в школу и подтверждал, что это к нему пришел родитель, именно его класса. Недавно была ситуация скандальная в одной из школ, когда мне позвонил директор школы в очень таком растревожном состоянии и сказала, что пришел мужчина, который кричит, требует, чтобы его пропустили, что он имеет право, не называет класс, где учится ребенок, вообще не говорит, его ли это ребенок. Пришлось вызвать по кнопке тревожного вызова наряд, и только наряду мужчина уже признался, что он папа одного из детей этой школы, предъявил паспорт и публично извинился, но в течение 20 минут он такой организовал стресс для руководства школы и для охраны. То есть задача охранника – среагировать и вызвать наряд, который уже имеет право, имеет спецсредства, потому что охранник в школе даже спецсредств не может иметь, ни наручников, ни дубинок, ни шокеров, ничего, потому что он находится в детском учреждении. И приезжает наряд уже автоматчиков, которые разбираются с нарушителем спокойствия. – Но последствий не было никаких для этого? Родители? – Но поскольку директор школы приняла его извинения, я так понял, что повезло ему. – Гаврил Борисович, у нас есть первый звонок, вы к нам в студию, давайте послушаем нашего зрителя. – Здравствуйте, вы в эфире, слушаем вас. – Добрый вечер, меня зовут Татьяна, у меня такой вопрос. – Добрый вечер. – Уважаемый Гаврил Борисович, как вы считаете, должен ли руководитель отвечать на анонимные обращения и жалобы граждан, и как на них правильно реагировать? – Спасибо. Очень болезненный вопрос, скажу вам честно. По-моему, Татьяна вас зовут, мне показалось. – Да, да, Татьяна. – Спасибо за вопрос. С одной стороны, по закону анонимки не должны рассматриваться, но позиция региональной власти, следующая, в том числе портала Добродел, что любые жалобы должны быть рассмотрены, и на них должен быть дан ответ не как по закону, в 30-дневный срок, а в 5-дневный срок. То есть принцип открытости власти, он действует в Московской области, и тут есть плюсы, и есть минусы, но, видимо, Андрей Юрьевич считает, что плюсов больше, потому что более оперативно власть реагирует на какие-то наиболее острые проблемы. Но некоторые люди этим, к сожалению, злоупотребляют. В 99% случаев и 99% анонимные сообщения, они, как правило, ложные, то есть факты, которые там излагаются, они не соответствуют действительности. Мы на них все равно реагируем, отвечаем. Сложнее нам в тех случаях, когда приходят неанонимные жалобы в огромном количестве, и они во многом эмоциональны, и они во многом вызваны тем, что, например, у родителей возникла какая-то претензия к образовательному учреждению, неважно, школа это или сад, и они не то, что возникла проблема, они пошли к заведующей, либо пошли к воспитателю, либо к заместителю директора, заместителю заведующей. Они сразу не говорят, но обсуждают в семье. И так капля за капля, вот эти проблемы накапливаются до какой-то точки кипения. И потом сразу мы получаем письмо президенту Российской Федерации, либо на сайт губернатора. И когда мы спрашиваем родителей, а вы обращались в садик, вы обращались в школу, прежде чем... Нет, мы не обращались, но вот у нас накипело, вот мы год копили негатив, и потом выплескивают его. И там конструктива какого-то, конструктивной критики очень тяжело найти. То есть там накопились какие-то вещи, которые либо неподтверждены, либо вызваны каким-то недопониманием. Очень много жалоб по-прежнему связывается с так называемыми незаконными поборами, которые якобы имеют место быть, хотя родители давно уже между собой сами договариваются. о каких-то пожертвованиях, о помощи школе или саду. И ни одна школа, ни один садик этим сейчас не занимаются. Потому что тут вплоть до уголовного наказания я даже не говорю об увольнении. И обидно в этих случаях, что не привыкли мы к диалогу. Вот наша программа называется «Диалог», это прекрасно. И надеюсь, что вот такая форма открытости власти, открытости чиновников, открытости, как еще обзывают депутатов, например, «Слуг народа», все-таки поможет нам от этих излишне эмоциональных жалоб сразу президенту, сразу губернатору уйти к более конструктивному диалогу на уровне тех учреждений, где нашим детям еще воспитываться и еще учиться. Спасибо, Гаврил Борисович. Спасибо вам. Надеюсь, что у нас с вами диалог сложился, все-таки мы уже привыкли к нему. В продолжение темы вот этих жалоб, звонков, писем и так далее, можете сказать примерно, в процентном соотношении, на что чаще всего жалуются? На некомпетентных педагогов и воспитателей, на плохое питание в тех же учреждениях, или на те же незаконные поборы? Для меня самая болезненная жалоба всегда – это та, которая имеет под собой почву. И ситуация, когда я не могу ничем помочь – это жалоба на то, что не хватает места в детских садах, что надо маме завтра выйти на работу. У меня в понедельник на приеме была такая ситуация, у женщины двое детей, один ребенок посещает школу начальную, другому ребенку исполняется в октябре три годика, маме надо выйти на работу, было в этот понедельник вчера, а она не может, а работает она на скорой помощи, на полторы ставки, кормит семью, и никакой льготы. Она говорит, что в Москве такая льгота есть у работников скорой помощи, чтобы иметь в ней очередное право на место в детском садике. Она ко мне с претензией, я объясняю, в регионе такой закон не принят, в регионе нет такого положения, к сожалению. Она говорит, какие можете предложить варианты. Я говорю, единственный вариант, у нас обычно родители указывают в заявлении на детский сад три садика, вы указали только один. Она говорит, меня устраивает только этот сад, потому что он у меня во дворе, когда мы покупали дом, в новом доме квартиру, мы поверили застройщику, что во дворе дом и сад для наших детей, и мы из этого исходя покупали там жилье. Поэтому ни на какие там второй, третий вариант мы не согласны. Это далекий микрорайон Анечково, Свердловка в том направлении. А живут они где? 43-й детский сад. Ну там она и живет. Там они живут. Вот, то есть если везти ребенка в садик, она не может. И вот мы вчера, я всегда веду прием вместе с представителем отдела дошкольного образования, ну какие варианты? Предложить только работать ей в детском саду, но у нее нет специального образования, значит у нее будет минимальная заработная плата. А только это дает право на внеочередное поступление в сад ребенка на время работы мамы, например. То есть вот бывают ситуации, от которых сердце разрывается, но ты ничего сделать не можешь, пока не построим новые сады, не введем новые сады. Но в том микрорайоне вот в ближайшее время какой-либо сад вряд ли появится. То есть вот такие ситуации, то есть ну что делать? Работать на трех работах, нанимать няню, оставлять с ребеночком, пока очередь подойдет. Они 28-е по очереди, например. То есть вот из-за этих ситуаций, а многие в микрорайоны в новые заезжают и рассчитывают, что вот у меня школа, прекрасная, красивая во дворе, например, 17-я школа, там почему открыли 10 первых классов? Беспрецедентная ситуация в районе тоже. Более 300 первоклассников. Юрий Николаевич Родионов, заместитель главы администрации по социальным вопросам, он говорит, море детей, море малышей, как отдельная школа практически. 300 с лишним человеком. И когда ко мне пришла делегация из 9 пап, 9 отцов ко мне пришли на прием. Весной это была ситуация. Дети, причем не в первый класс шли, а в пятый. Они говорили, ну как так? Мы еще официально там не можем зарегистрироваться, мы только квартиры готовим, делаем ремонт. Нам надо в них, вот мы приедем в сентябре, гарантируйте, что мы туда пойдем. А школа начинает зачисление с 1 февраля, только те, кто зарегистрирован в микрорайоне. А кто не зарегистрирован, школа может принимать только после 1 июля на свободные места. А им вы не доположь гарантию. Это не какие-то люди, которые, ну как мы говорим, там распальцовывают, там вы нам обязаны. Это люди, которые очень интеллигентные, достойные, заработали на жилье и хотят достойного образа жизни для себя и своей семьи. Как я их могу осуждать? Но вышли тогда и ситуации, попали их дети в школу, но это не единичный случай. Таких очень много, особенно по детским садам. Вот это основная, наверное, жалоба, которая больше всего меня тревожит именно по дошкольным образовательным учреждениям. Мы открыли много групп в этом году дополнительно. Мы перепрофилировали сейчас для более чем 6 групп. Более у нас туда идет 200 детей. Вот только за эту осень у нас пошло дополнительно 200 детей в возрасте от 2 до 3 лет. Мы открыли в нескольких микрорайонах эти дополнительные группы за счет... Чего не было раньше. Да, их не было. Из своего ресурса мы это сделали за счет маленьких спортивных зальчиков, которые раньше, когда детей было мало, перепрофилировали под группы. То есть под спортивный зал. Теперь мы их обратно из спортзалов в группы переделали. И вот еще работы там в нескольких группах ведутся, в нескольких садах, там Жигалова, например. То есть делаем, что можем, но все равно ресурсы недостаточно, к сожалению. И вот эта проблема остается, внутренняя эмиграция. Причем наши налогоплательщики не наши. Они живут у нас здесь, а налоги платят в Москве, куда ездят на работу. Такая стратегическая проблема. Поэтому и Алексей Васильевич, и Андрей Юрьевич, они мечтают о том, чтобы были вот эти промышленные зоны, и чтобы люди, живущие в муниципалитете, работали в муниципалитете. Но это идеал, к которому надо идти. И тогда, думаю, появлялись бы деньги на строительство дополнительных учреждений, даже ресурсами муниципального образования. А так, без помощи региона мы не можем построить. Условно, за ребенком идет миллион на стройку. Вот школа на 275 мест, 300 миллионов. Садик на 210 мест, 240-250 миллионов. То есть, легко понять порядок цифр. Евгений Борисович, у нас есть еще один звонок. Я думаю, что до перерыва мы успеем его послушать, даже ответить. Добрый вечер. Слушаем вас. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Меня зовут Ольга. Хотелось бы узнать, что происходит с очередью моего ребенка. Почему-то она все время растет и движется в обратную сторону. Ольга, спасибо за вопрос. Он понятен. Это тоже одна из проблем. Прямо внимательно слушайте наш эфир. Спасибо. Действительно, вот, наверное, первое впечатление в ноябре-октябре 2014 года, когда я стал председателем комитета по образованию, первое впечатление непонимания проблемы. То есть, ко мне приходят на прием родители и говорят, почему наша очередь идет в обратную сторону. Как такое может быть? Ну, кто влез перед нами? Это как минимум самая мягкая формулировка того, о чем люди думают. Первый момент. Очередь сдвигается в обратную сторону в том случае, если приходят льготники, которые имеют право на внеочередное предоставление места в саду. Это у нас федеральный перечень льготников. Это у нас и чернобыльцы, и военнослужащие, и сотрудники МВД, и федеральные судьи, и сотрудники прокуратуры. Вот неполный перечень я сейчас назвал. Но это большинство. И в этом случае они отодвигают очередь в обратную сторону, как вы говорите. Дальше меняется статус людей, которые стояли в очереди за вами. То есть, рождается третий ребенок, они меняют статус на многодетных, и многодетные тоже являются льготниками, тоже получают очередь перед вами. Также более сложная схема. Кто у нас стоит в очереди, вынужден был в ней разобраться. Я поясню. Родители имеют право указать в заявлении три дошкольных образовательных учреждения, как в приоритетные для их ребенка. Но в любой момент они имеют право поменять приоритет, узнав, например, что где-то появляется новый садик. Они переписывают заявление, и в заявлении меняют приоритетность, убирают, например, садик 54-й, меняют его, например, на 57-й. И в этом случае, если они раньше встали, те, где те, кто стоит в 57-й сад, они отодвигают их тоже. Вот несколько таких абсолютно математических вариантов, которые легко понять, просчитать. За это время, сколько я работаю, кстати, сегодня, наверное, исполняются три года. Можете меня поздравить. Да, кстати, подарок мне сегодня программа «Диалог» ровно в три года как меня назначили на эту должность. Здорово. Поэтому я теперь знаю, что вам отвечать, и это легко проверить, потому что и прокурорские проверки неоднократные по десяткам жалоб аналогичных проходили, ни разу не подтвердились. Даже были случаи, когда ко мне приходили на прием, раза три это было, за три года, и говорили, мы знаем ребенка, знаем группу, знаем сад, они попали туда незаконно, они не имели права, они младше нас по возрасту и так далее. Каждую жалобу проверили, ни одна не подтвердилась. Потом люди просто разводили руками, говорили, мы ошиблись, мы не знали, что они льготники. Ну вот, такой ответ. Вряд ли он вас порадовал, потому что понимаешь, что если у вас очередь идет в обратную сторону, то вам от этого не легче, но по крайней мере вы должны понимать, что тут все прозрачно и нет никакой фальши и обмана. Спасибо за вопрос. Гаврил Борисович, ну а нет ли какого-то вот, ну может быть, нелогичности, то есть логичность это есть как раз, но несправедливости, да, вот те, кто меняет приоритет в садике, поясните, сегодня так переписал, завтра по-другому, послезавтра по-третьему. У нас свободы. А другие страдают? Передвижения, многие переезжают, поэтому меняют приоритет, то есть там причин много на самом деле. Ко мне приходили люди и говорили, о чем льготники лучше, чем мы, почему мы должны страдать. И после такого разговора, буквально через день, у нас погибло несколько сотрудников МЧС при тушении пожара. И когда мне подобные вопросы задают, я говорю, понимаете, они рискуют жизнью, они могут домой не вернуться с работы сегодня, поэтому они имеют право на льготу. Я считаю, что это справедливо. Спасибо, Гаврил Борисович. Напоминаю, что в гостях у программы «Диалог» сегодня председатель комитета по образованию администрации Челковского района Гавриил Поляковский. Оставайтесь с нами, мы вернемся к вам после небольшого перерыва. Продолжаем программу «Диалог». Напоминаю, телефоны студии прямого эфира 567-1440 и 567-1450, код города, естественно, 496. Напоминаю, что в гостях у меня сегодня председатель комитета по образованию администрации Челковского района Гаврил Поляковский. Еще раз, добрый вечер, Гаврил Борисович. За время заставки ничего не изменилось, я остался на месте, не сбежал из студии. Да, но тем не менее, вот у вас столько праздников сегодня и три года в должности, и недавно прошедший день учителя на прошлой неделе, еще неделя не прошла. Но вот мы с вами очень интересно поговорили в первой половине программы, достаточно, не знаю, остро или не остро, но действительно очень серьезные вопросы поднимались, поэтому постараемся продолжить в том же духе. Но опять же пойдем, как говорится, по хронологии назад. Про первое сентября мы поговорили, про начало учебного года тоже, о том, что грядет в ближайшем будущем слегка затронули. Ну, а теперь вот такое событие, которое у нас ежегодно происходит в нашем районе. Перед самым началом учебного года, конец августа, ежегодная конференция педагогов. Приоритеты меняются, наверное, что-то меняется. Меняются какие-то данные, тем не менее, достижения наших школ есть. Об этом тоже говорилось на конференции, поэтому предлагаю сейчас посмотреть сюжет про эту конференцию, а потом поговорим о проблемах. Договорились. Это казалось фантастика еще вчера. Электронные дневники и журналы, интерактивные доски в каждом классе, оплата питания по электронной карте. Сегодня системе образования уделяется особое внимание. Поэтому с каждым годом все больше видимых улучшений. Итоги и приоритеты образовательной политики в районе обсудили на ежегодной августовской педагогической конференции. Мы понимаем, какое значение придет президент Российской Федерации, губернатор Московской области, Андрей Юрьевич Воробьев, правительство Московской области тому важному и полезному и очень нужному труду, который является педагогическим. Рейтинги, места. Мы стремимся быть первыми. Мы должны быть первыми. Но самое главное, что у каждого из вас в сердце пытливые глаза ребенка. Цифры говорят сами за себя. За прошедший учебный год значительно увеличилось количество медалистов со 100 человек в прошлом до 132 в этом. Более 90 баллов на ЕГЭ получили 100 учащихся. Это на 10% больше, чем в прошлом периоде. Семь выпускников сдали единый государственный экзамен на 100 баллов. В качестве поощрения директора школ из личных средств сформировали фонд. Каждому набравшему 100 баллов они вручили денежные награды в размере 30 тысяч рублей. Успеваемость учеников отражается на позициях в рейтинге лучших школ. Так, Щелковская гимназия и школа номер 12 вошли в 100 лучших школ Московской области, а гимназии еще и в топ-500 лучших школ России. Ну вот цифры бравурные прозвучали в эфире. Достижения все вроде лучше и лучше. Но вот я статистику тоже собрал по сравнению с прошлым годом. Прозвучали такие цифры, что число медалистов увеличилось в среднем на 13%. В прошлом году было 101 человек, в этом году 132. А вот число 100 баллиников по ЕГЭ у нас уменьшилось резко аж в два раза. В прошлом году было 14 таких учащихся, а в этом году всего 7. Вот с чем это может быть связано? Вы внимательно смотрели репортаж? Может, вы что-то там недосмотрели? А про те, кто больше 90 баллов набрал, посмотрели? Ну, те выросли тоже, да? На 10%. То есть у нас общее количество ребят, которые приближаются к 100 баллам, увеличилось. То есть качество в целом выпускников, знаний выпускников у нас увеличилось. 100 баллиник это во многом лотерея. 100 баллиник это во многом... В прошлом году нам помогли в этом частные школы, дали нам 100 баллиников тоже, в плюс к нашим. В этом году от частной школы не было 100 баллиников. Поэтому я не вижу здесь какого-то криминала. Мы, естественно, стремимся к тому, чтобы было 100 баллиников много, но это все-таки не должно быть прямо вот самоцелью. То есть главное, чтобы ребенок поступил в тот вуз, который ему нравится, в идеально бюджетное место, а потом для меня вот теперь принципиально мы сейчас будем над этим работать, чтобы он пошел работать по той профессии, на которую натучился. Это просто беда в нашей стране, когда, наверное, больше половины выпускников идут работать не по той специальности, на которой они учились. И государство выкидывает миллиарды рублей на подготовку специалистов ради того, чтобы у них был просто диплом о высшем образовании. Вот это большая проблема. И мы в районе будем с этой проблемой сейчас бороться. Будем помогать учащимся с профориентацией как можно на более раннем периоде обучения в школе. И будем... Ну, примерно с какого момента? Ну, класса с 8-го, я думаю, надо заниматься плотно профориентацией. И в классе в 10-11, скажем так, в 11-м классе уже поздно решать, какой вуз поступать. Потому что за год ты не подготовишься на выше, чем... Ну, вот... Кого мы сегодня называли? Более 90 баллов. Это дети, которые готовились 2-3 года не меньше. Они знают, какой предмет для них профильный. Они в семье определили и поняли, что ребенку интересно в жизни. И ребенок, юноша, девушка готовится целенаправленно в 1-2 вуза, где они хотят учиться. И тогда, как правило, хороший результат. Когда просыпаются в 11-м классе в октябре, в ноябре и думают, куда бы нам поступить, а еще хуже в феврале. То есть в январе, когда там до 1-го февраля надо написать заявление, определиться с... И уже нельзя менять, какие экзамены будут сдаваться выпускникам по выбору. Ну, о чем говорить? И результаты такие же будут. Гаврил Валерьевич, у нас есть еще один звонок. Давайте послушаем нашего зрителя. Добрый вечер. Мы в эфире. Слушаем вас. Здравствуйте. Со всеми прошедшими праздниками у вас и с трехлетием работы. Хотел бы спросить, у вас такой вопрос. Не знаю, может быть, и не по адресу, но все-таки вот как быть жителем района или вы можете посодействовать. Вот дается на выбор язык, французский и немецкий. Допустим, не тот, не тот не интересен. Как партнер государства Китай очень сильно развивается. Как насчет китайского языка, чтобы ввести на выбор дополнительного языка. Есть ли такая у вас возможность содействовать? Вот мы, в частности, учимся в гимназии. Ну и вынести этот вопрос или на районном уровне, или как вот, что можете подсказать по этому вопросу. Спасибо за вопрос. Но, скажем так, раньше экзотические языки в школах в любых могли приниматься до введения ЕГЭ при наличии педагогов соответствующего профиля в школе. Сейчас я с такой просьбой сталкиваюсь впервые с таким вопросом, потому что я понимаю, что китайский язык, он сейчас, он уже 10 лет назад азиатские языки были очень перспективными. Я считаю, что есть механизмы и очно-заочной форме, и по заочной форме, и экстерно. В любом случае, школа принимает экзамены, готовит к экзаменам только в рамках того предмета, который есть в школе. Если в школе есть на выбор немецкий, китайский, итальянский, ребенок выбирает английский базовый и вторым языком берет, например, итальянский, то ради бога. В пункте приема экзамена будет организован и такой, и такие кимы придут, и на этот язык. Если в школах района ни в одной этот язык не преподается, то в наших пунктах приема экзамена это будет проблемой, получить кимы на данный вид экзамен, на выбранный язык. Вы должны к нам письменно обратиться, в комитет по образованию, и мы либо через Министерство образования область, но в первую очередь из Министерства образования области найдем базовую школу в области, в регионе, где ребенок может этот язык сдать. В крайнем случае мы найдем такую школу в Москве, это тоже сейчас все можно организовать и сделать. Обращайтесь, поможем. Спасибо, Гаврил Борисович. Давайте вернемся к нашей августовской конференции. Вот еще одна информация, которая прозвучала в нашем репортаже, то, что учителя скинулись и поощрили всех стобальников ЕГЭ денежной премией. В общем, 30 тысяч достаточно такая крупная сумма, я думаю, для выпускника даже средней школы. Как вы считаете, такие призы, насколько я знаю, первый раз было такое? Вы опять невнимательно слушали наш отрывок, ваш отрывок конференции, не учителя скидывались, а директора школы. Нет, директора школы, да, извините. Ну, педагоги, давайте так, в общем. Нет, именно директора школ решили поощрить стобальников, имея определенные премии. Они с этих премий скинулись, советом директоров приняли такое решение. Кто-то из директоров согласился, кто-то нет. Собрали определенную сумму, разделили ее на стобальников, и получилась именно вот эта сумма 30 тысяч рублей за 100 баллов. Юноша, который сдал два экзамена, он получил 60 тысяч рублей на банковскую карту, ни наличными, ни в конверте, а на банковскую карту на счет. И я считаю, что это прекрасная мотивация для детей. Меркантильность тут ни при чем. У нас в районе была традиция несколько лет, один бизнесмен учидил премию для детей, которые учатся только на пятерке. Кто закончил на пятерке 10 класс, тот весь 11 класс получал где-то 4 тысячи в месяц на банковскую карту стипендию. И для школьника это в принципе такой был момент, это были курсы для поступления в институт, например, какой-то предмет, то есть это как заработок, то есть дети должны понять, что они мозгами могут зарабатывать, это прекрасно. Поэтому, если эту традицию директора школ поддержит и в дальнейшем, прекрасно, если найдутся бизнесмены или бизнес-сообщества, либо союз промышленников-предпринимателей, который захочет эту премию возродить, мы скажем только спасибо и необходимость директорам школ скидываться и поощрять стоп-бальников отпадет. Просто я знаю, что многим родителям семейный бюджет по стоп-бальникам тоже очень сложно тянуть. Заниматься надо, потому что не секрет, что многие стоп-бальники это заслуга не всегда даже тех учителей, которые их в школе обучают, а во многом это репетиторы, к сожалению. Поэтому лишняя копейка семейному бюджету не помешает. Я считаю, что это нормальная практика. Спасибо. Давайте от материального перейдем к моральному и вернемся снова в сентябрь. Давайте. Из августа в сентябрь уже по кругу пойдем. Знаменательное событие произошло в середине сентября. В микрорайоне Чикаловске открылась аллея героев и буквально в этот же день было объявлено, что в 12-й школе в том же микрорайоне присвоили имя Валерия Павловича Чикалова. Давайте посмотрим короткий сюжет об этом событии, потом будет вопрос. Чикаловская земля, которая всегда славилась легендарными авиаторами и была связана с именами многих героев. 80 лет назад с местного аэродрома в небо поднялся экипаж Валерия Чикалова. Летчики впервые в истории совершили беспосадочный перелет Москва-Северный полюс-Ванкувер. А спустя почти месяц трансконтинентальный перелет через Северный полюс выполнил экипаж Михаила Громова. Сегодня в честь юбилея совершенного подвига на Щелковской земле открывается аллея героев. Четыре легендарных летчика Михаил Громов, Георгий Байдуков, Александр Беляков и, конечно, Валерий Чкалов, герои Советского Союза. Они не просто совершили первыми трансконтинентальный перелет, но доказали, мечта о небе таком далеком теперь становится реальностью. Важным этот день также стал для учеников 12-й школы. На торжественном митинге объявили образовательному учреждению официально присвоено имя Героя Советского Союза Валерия Чкалова. Это очень значительное, по нашему мнению, событие, которое мы будем им гордиться. Это очень здорово. Я очень рада, что это произошло и безумно восхищаюсь с этим событием. Аллея героев должна не только стать местом притяжения жителей, но и послужить мотивацией для подрастающего поколения, как свидетельство того, что нет ничего невозможного, особенно для тех ребят, которые выросли на земле авиаторов. Школьники считают, что это очень значительное событие в их жизни, в жизни их школы. Как вы считаете, говорил Борисович, насколько важно такое присвоение. У нас очень многие школы носят имена и героев прошлого, и даже ныне живущих героев, я имею в виду, школа имени Климука, школа имени Женебекова. В микрорайоне Чкаловске у нас вообще все школы носят чьи-то имена, и Титова, и в Монина. Вот теперь Чкалова, в Бухчеванджи, Дженебекова, в Лице и Гагарина, и в Монина. В общем, насколько важно присваивать имена героев нашим школам? Ну, вопрос, по-моему, такой очевидный. Но если я скажу, нет, не надо присваивать имена героев школам, это будет странно. Я скажу так, что с 2008 года, когда я начал издавать школьную газету Медвежоозерскую, одной из целей нашей редколлегии было находить современных героев для того, чтобы дети знали, с кого брать пример. Потому что мое пионерское детство было связано с героями-пионерами, с героями-комсомольцами, биографию их мы знали, какой подвиг они совершили. Пожертвовать жизнью ради Родины мы знали. И портреты их висели. Мы в лицо их знали и мы хотели быть на них похожими. Вся страна с восторгом и весь мир с восторгом встречали Юрия Алексеевича Гагарина, когда он вернулся с первого полета человека в космос. Детям нужны живые герои. И дети, детям очень важна память. ожившая память. Когда дочь Чкалова присутствует здесь и сейчас, когда герои Советского Союза, герои России десятками находятся на одной площади рядом с детьми и потом вместе с ними возлагают цветы к бюстам героев, для детей это, по-моему, архиважно. Потому что за антигероями идти далеко не нужно. А найти героев, с которых хочется брать пример, о которых дети должны знать, это очень сложно и очень важно. Поэтому у нас сейчас возрождаются лучшие советские традиции, я имею в виду сейчас все, что касается патриотического воспитания, и юнармия движения, и всероссийское движение школьников. И вот это просто необходимо возрождать почитание героев, надо знать своих героев. И я считаю, очень важно находить людей. Вот мы изучали биографии солдат-офицеров, которые сражались в Афганистане, а потом сражались в выполнении интернациональный долг. И до сих пор они некоторые даже не знают, могут ли они давать интервью, не засекречена ли эта информация. Они живые герои. Они сейчас среди нас работают на гражданских работах, у них у всех боевые награды. У моего заместителя по безопасности Геннадия Евгеньевича Серидова, дай бог не соврать, несколько сотен боевых вылетов. Он несколько сот раз рисковал жизнью. У него ордена боевые за Афган. Уникальный человек с уникальным опытом. Живой герой. Работает у меня в Комитете по образованию. То есть об этих людях мало знает кто. Мало кто знает об их подвигах. Они, как правило, очень скромные, не любят о них рассказывать. Из них надо выпытывать. Помню, мы брали интервью одного воевавшего в Афганистане. Про Афганистан рассказал, про Сомали уже рассказывать не мог. Секретная информация. Все рассказывал так вот очень аккуратно. И было очень тяжело потом из этого сделать рассказ, который было бы интересно читать. потому что не все он мог озвучивать. Вот это очень важно. И то, что дети к этому относятся с воодушевлением, это прекрасно. Надо продолжать. Ну, а планируется еще какое-нибудь присвоение в ближайшее время? В ближайшее время нет. Я считаю, любое присвоение, оно должно быть выстраданное. Оно должно быть не нахрапом, не в пять минут. То есть процедура присвоения имени обсуждалась этой школе более десяти лет. Более десяти лет обсуждали. Ветераны школы не все были согласны, потому что в советское время, не во все советское время школа наносила имя Ворошилова в старом здании, когда находилась. Двенадцатая школа. Да. И мнения были разные. Сейчас уже общество созрело к тому, чтобы школа получила как новое дыхание. Отряд Чкаловцев собирается там создавать. Может быть, даже будет особая форма у этих ребят, кто хочет связать свое будущее с полетами в небе. Поэтому это хорошее дело, но его нельзя наскоком, нельзя это в ППХ делать. Это очень серьезно. Гаврил Борисович, у нас осталось совсем немного времени. Хотелось бы упомянуть еще об одном неординарном событии, которое произошло в сентябре, а точнее 10 сентября в единый день голосования, когда на избирательные участки, ну, правда, они не везде работали у нас в районе, только в некоторых населенных пунктах, в некоторых округах, но и пришли на эти избирательные участки не только совершенно летние избиратели, но и школьники. Происходила такая деловая, так называемая деловая игра под названием школьный референдум. Давайте короткий сюжет посмотрим про него, а потом будет вопрос. Единый день голосования коснулся всех, даже школьников. Для них в Шелковской гимназии прошла деловая игра по обучению основам избирательного законодательства школьный референдум. Так ученики могут понять, как проходят выборы и почему так важен каждый избиратель. С инициативой провести такую игру выступила избирательная комиссия и Министерство образования Московской области. Здесь все по-настоящему. Кабинки, урны, наблюдатели решают важный для школ вопрос, нужно ли создание районного волонтерского движения школьников. Полная процедура голосования, как и в реальной жизни и небольшой подарок после нее, как и всем, кто впервые участвует в выборах, чтобы уйти довольным и с чувством выполненного долга. Выборы это важно, чтобы мы могли говорить свое мнение, отдавать свой голос за то, как мы считаем нужным. В основном, почти весь класс наш пришел поучаствовать в этом. Голосовали ученики из пяти школ. Таким образом, юные избиратели определяли дальнейшую судьбу волонтерского движения, опыт организации которого уже есть в каждой школе. Ну, я так думаю, что у каждой школы есть накопленный опыт в данном направлении. И, во-первых, наверное, мы все поделимся этим опытом для того, чтобы выработать единые какие-то подходы к тому, чтобы в районе это движение имело вес в каком плане, то есть много мероприятий проходит, где помощь такого рода нужна. Вот мы услышали мнение и директора гимназии, учеников, ученицы, вернее. Как вы считаете, зачем нужны такие мероприятия? В выходной день школьникам не дает отдыхать, гонит на работу. Я вас еще раз поправлю. Сергей, не обижайтесь на меня. Вы допустили неточность. Вы сказали, что дети голосовали на тех же избирательных участках, что и взрослые. Совершенно нет. Мы об этом думали очень много, прежде чем этот референдум проводить. Как раз там, где проходят выборы взрослых и очень напряженная в некоторых избирательных участках политическая борьба, наряды полиции, много наблюдателей, впускать туда параллельные какие-то делать референдумы для детей, мы посчитали нецелесообразным и очень рискованным. Мы провели референдумы как раз в школах, где не было избирательных участков. И это помогло спокойно все провести в рамках такой детской игры, без напряжения, без каких-то там возможных угроз, связанных со срывом этого мероприятия. Сколько всего их было? Вот мы посмотрели гимнатию, я знаю, что 12-я школа была еще. Сейчас по памяти не назову. Суть была в следующем. Мы все лето играли в выборы с детьми. Во всех лагерях, которые у нас называются стационарные лагеря, в каждой смене и в лесной сказке в юно-армейце проходили выборы президентов с избирательными программами, с дебатами, с конкуренцией. А в лагерях с дневным пребыванием проходили дебаты, то есть в смысле референдумы или выборы. очень долго думали, какой вопрос должен быть актуальным для всех, чтобы он потом имел какой-то результат, какой-то выход. И пришли к выводу на мозговом штурме, мне помогли в этом очень директора школ, предложили, сказали, что у нас есть волонтерские движения, может быть, подумаем создать какую-то детскую организацию, районную, которая была бы оформлена официально. И документы, которые она выдает своим волонтерам, потом бы учитывались при начислении баллов по ЕГЭ, при поступлении в ВОЗы. Потому что теперь, если ты входишь в волонтерские организации, это тебе тоже дает некие баллы, как, например, золотой значок ГТО. И вот, когда мы это поняли, что это было бы интересно детям и учреждениям, мы решили этот референдум провести. Вот сейчас мы итоги референдума подводим. Сейчас мы поднимаем нормативно-правовую базу, как вообще детскую организацию какую-то можно создать, как юрлицо, либо без создания юридического лица, чтобы не было, допустим, своего счета, но были все необходимые правоустанавливающие документы. Будем ее регистрировать, создавать, и у нас будет волонтерское движение школьников Щелковского муниципального района. Ну, а чем оно будет заниматься, пока еще не определено? Тем же, чем они и занимаются сейчас. Многие, как вот Тимуровское движение, взяли шество над пожилыми учителями, над ветеранами, приходят, например, в Центр забот с концертами для Центра пожилых людей, для них организовывают досуг, посещают на дому пожилых людей. Есть много форм работы. Можно предложить работу с Фриденским домом ребенка со стороны школьников. Много есть направлений. И экологическое, может быть, волонтерство. Правильно? Масса вариантов ухаживают за памятниками школы. Это можно тоже оформить как волонтерское направление. Будем надеяться, что все служится, я имею в виду, юридически, а вот морально, как мы увидели, дети уже настроены. Большое спасибо, Гаврил Борисович, за ответы на вопросы. Спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. Напоминаю, что сегодня в гостях у программы «Диалог» был председатель комитета по образованию администрации Щелковского муниципального района Гаврил Поляковский. Это была программа «Диалог». Смотрите нас теперь каждый вторник на Щелковском. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»